Слава Богу, что мы в Божьем доме. Знаете, может, небольшое такое вступление. Я тут недавно с одной сестрой разговаривал. Все знаете, да, пандемия, там служения не было, были онлайн-трансляции. Потом она прошла, и я, может, дня два назад с ней разговаривал, говорю, ну что, как в церкви, там ходила, не ходила, там, нет, не ходила. Я говорю, а что не ходила, там, ну так, ну, пандемия же, болеют все. Я думаю, странно, служения идут, пандемия, фотографии в интернете наблюдаю, там, в МИГе где-то, там, еще где-то какие-то моменты, там, знаете. Как будто это пандемия, она только в церкви живет, этот коронавирус. Вот в церковь не пойду, потому что в церкви коронавирус живет. А вот в МИГу пойду, там, куда-то еще в какой-то развлекательный центр пойду, там, коронавирус там не живет. Только в церковь, в церковь не буду ходить, вот пока, вот, вообще там, не знаю, что-то не должно произойти. А Давид пишет, да, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Вот состояние сердца человека, да, возрадовался я, когда пойдем. Какая там, коронавирус, амаронавирус, ну, там, я не знаю, там. Пусть Бог благословит, чтобы наше состояние сердца всегда было такое. Церковь, слава Господу, радость наполняла нас, чтобы это всегда было. Пусть Господь благословит. Знаете, тему своей проповеди я назвал «Твоя Олимпиада». Твоя Олимпиада. Кто-нибудь может, ну, так сказать, или руку поднять? Кто-нибудь занимался спортом в своей жизни? Ух, все практически. А вот Олимпийские игры смотрели по телевизору? Смотрели? А вы знаете, я когда смотрю Олимпийские игры, у меня вот такое было. Если бы я стоял на воротах, я бы поймал этот мяч. Помните, было такое у кого-нибудь? Нет? А если бы я бежал эту дистанцию, я вот бы прибежал бы, я бы эту медаль бы, ну, завоевал бы. Мне бы ее вручили, эту медаль. Было такое, нет? У меня вот сейчас такое было, знаете. А смотришь, что ли, бедут, ток-ток-ток-ток-ток-ток. Оп. Знаете, что я хочу сказать? Наша с вами жизнь, это и есть Олимпиада. Я поздравляю вас, дорогие мои друзья. Мы участники Олимпиады. Каждый из нас, он бежит эту Олимпиаду. Он бежит эту дистанцию. И просто каждый из нас обязан в ней победить. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. Евреям, 12 глава, с 1 стиха написано. Знаете, если мы чуть-чуть посмотрим в 11 главу, вся 11 глава, она говорит о героях веры. О тех людях, которые совершили эту веру, которые пробежали эту дистанцию, и которые сейчас с Господом, и как говорят некоторые богословы, они смотрят на нас, ну оттуда, смотрят, как мы ее бежим. Смотрят, как мы проходим этот наш жизненный путь. Из 1 стиха написано. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, принебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай на наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Аминь. Я смотрю это местописание, начинаю его читать, изучать, и, знаете, апостол Павел, он говорил такие вещи, чтобы они людям понятны были. И в то время она была популярная, эта Олимпиада. Она очень популярна была, и люди, ну, кто бежал там, знаете, кто побежал, им там даже какой-то венок давали, импичмент какой-то давали, они там и налоги не платили, там еще какие-то моменты были, ну, неприкосновенность какая-то у них там была. И, знаете, вот он это сравнивает, жизнь, наш жизненный путь, он это сравнивает с Олимпиадой. И он говорит, что вот этот путь, который жизненный мы проходим, это наша Олимпиада, и его нужно пройти. И, знаете, здесь есть два слова, на которых я хотел бы наше внимание обратить в самом начале нашего пути. Это одно слово «свергнем», оно означает класть в сторону, откладывать в сторону одежду. И запинающий, запинающий грех, да, он там в контексте запинающий, это сравнение с длинным одеянием, которое будет препятствием для бега. Длинное одеяние, ну, отдельное, это, может, старые фильмы помните, сейчас, наверное, ночнушки другие там у сестер, ну, помните, в фильмах старых, она вот такая прям, то и раз, ну, и можно упасть. И вот, знаете, если мы честно, ну, просто честно там, не поднимая рук, ничего, но спросим у себя, каждый из нас, что мне сейчас на моем жизненном пути, в моей Олимпиаде, что мне сейчас мешает бежать? Ну, что, знаете, вот, ну, я посмотрел, есть в жизни моменты, с которыми мне нужно бороться, которые мне нужно проходить, которые мне нужно, ну, побеждать, чтобы дальше России. Есть, а что-то я запинаюсь, есть эти моменты. Ну, бывает же такое непрощение, приходит человек, ну, обижаетесь, нет, или я один такой, какой-то непонятный, знаете, ну, бывает такое. Бывает гнев, злость, распри, бывает, но бывает. Если ты честно, сейчас себя посмотришь, ты поймешь, с чем тебе нужно бороться. А что ты запинаешься, почему ты дальше не можешь пройти? Пусть Господь благословит. Давайте посмотрим, дорогие друзья. Знаете, такой, наверное, пример, вот когда, ну, в поездки же мы ездим, ездим же мы в поездки. Когда ты собираешься в поездку, собираешь чемодан, вот, наверное, кто постарше, вы, наверное, помните, раньше был такой чемодан, там, чик, и там еще какой-нибудь этот, из, ну, погоди, вол был наклеен, какая-то фотография была. Помните такие вот чемоданы? Сейчас-то такие уже там, как эти, как у космонавтов, как будто, такие одеваешь их, они, ну, такие. И вот, знаете, давайте обратим, ну, знаете, когда человек, он собирается в поездку эту, что он туда ложил? Ну, самое необходимое, наверное, да? Я вот недавно, знаете, слава Богу, вот есть такие мужья скромные, ну, вот скромные, он там нигде не в интернете, он нигде нету, но зато у него жена, она такая помощница настоящая, знаете, она везде, чик, 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 все за него, где он, что он, знаете, Константин Иванович Левченко, вот он недавно собирался в поездку, в сплав, он-то, я его вообще там не видел нигде, ни в каком интернете, там, что он там где покупал, но Ренпал, она нам четко показала, что мы должны брать в сплав, вот, 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 вообще все. И, знаете, я почему-то не увидел там телевизора, ну, а что, ну, взял бы телевизор с собой туда, там, я не знаю, самокат электрический можно было положить, что там еще, ну, для полного счастья не хватает по тайге, там, погонять, там, я не знаю. Ну, почему-то не взял, или альпинисты, они когда восхождение в гору, у них есть, я с братьями разговаривал, которые даже, вот, промышленным альпинистом занимаются, вот у них в рюкзачке только самое необходимое, самое необходимое, самое необходимое, давайте посмотрим, нашу жизнь, что в наших чемоданах лежит, чем наши с вами чемоданы, они наполнены, понимаете, может быть, нужно сейчас открыть там, посмотреть там, и выложить что-то ненужное, вот, отложить в сторону это ненужное, знаете, пусть нас Господь в этом благословит, рюкзачок этот там можно развязать, знаете, там есть такие, вот, развязал, заглянул, посмотрел, и выложил все, что тебе сегодня мешает, выложил оттуда, знаете, вот много там может быть, много уже все это может быть, а знаете, еще бывает, он у тебя может быть не один чемодан, несколько чемоданов, три, четыре там, путь долгий, в одном чемодане все не вмещается, потому что там одно я только большое твое лежит, там больше уже ты ничего туда не впихаешь, оно настолько я твое большое, что все уже, а какой крутости, милости, благости, долготерпения, любви, о которой мы сегодня пили, может быть, эти речи, там я такое жирное, что я даже не знаю, как его вытаскивать оттуда, знаете, там, какими домкратами доставать его, или еще какие-то моменты, непрощение, может же оно быть, лежать, а знаете, я хочу сказать, одна очень интересная история, вы, наверное, все знаете, но я все-таки ее, я все-таки ее зачитаю, ученик спросил учителя, ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься, помоги и мне быть таким, ну мы спрашиваем, да, у своих пастеров, ну помогите таким быть, или у Господа Господь, помоги мне быть таким, как ты. Учитель согласился и попросил ученика принести ему картофель и прозрачный пакет, ну пакет, мы же в гипермаркеты ходим, понимаете, пятерочка, там, магнит, лента, там, я не знаю, у кого какой гипермаркет, там, какие-то нам пакеты выдают, у него же нормально можно наложить, да, он такой тяжелый будет, если, ну, и дальше он говорит, учитель согласился, попросил ученика принести картофель, или прозрачный пакет, и говорит ему, если ты на кого-нибудь разозлишься, затаишь обиду, то возьми этот картофель, с одной стороны напиши свое имя, с другой имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет. И это все, недоуменно спросил ученик. Нет, ответил учитель, ты должен всегда этот мешок носить с собой. Каждый раз, когда кто-нибудь обидится, добавляй в него по одной картофели. Ученик согласился. Прошло какое-то время, пакет ученика пополнился еще несколькими картофелями, и стал уже достаточно тяжелым. Ей очень неудобно было всегда носить с собой, к тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться, он покрылся скользким гадким налетом, некоторый порос, некоторый засвел, и стал издавать резкий неприятный запах. Вспоминайте погреба наши, да? Ну да, залезешь туда, да ты что ты будешь делать? Слушай, все пропало, надо что-то там быстро оттуда вытаскивать, эту картошку выкидывать, чтобы уже все хорошо было. Ученик пришел к учителю, это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. А во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. Господи, я уже не могу уже так учиться. Давай по-другому как-нибудь, давай уже, ладно. То же самое происходит и у тебя в душе. На что учитель сказал? То же самое происходит у тебя в душе, когда ты на кого-нибудь злишься, обижаешься. То у тебя в душе появляется тяжелый камень. Просто ты это сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. И об этом Грузии очень легко забыть. Ведь он слишком тяжелый, чтобы носить его постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-то, подумай, неужели тебе нужен ли этот камень? Наши пороки порождаем мы сами. И нужно ли нам таскать мешок гнилой картошки внутри? Вот знаете, бывает так. Несешь чемоданы. Чемоданы. Несешь ты их. Я. Гордость. Сквернословие. Еще можно там рюкзачок серебролюбия прихватить. Прешь. Тяжело. Тут еще пакет привязался к твоей ноге с какой-то обидой. Уже идти не можешь на этой дистанции. А люди мимо тебя. Ну кто-нибудь сейчас понимает, о чем я говорю? Ты смотришь на этих людей. Вроде ты прешь. Тащишь там что-то там. А он раз с благостью. Мимо тебя. И где-то ты уже смотришь, там пятки вдалеке, где-то мелькают его. Давайте откроем свои чемоданы и отложим в сторону все, что не нужно. Пусть наша жизнь, она будет освещением. Пусть наш жизненный путь, он будет преображением в образ Иисуса Христа и Спасителя нашего. Аминь. Аминь. Знаете, Библия, она же практическая книга. Ну правда ведь? Ну, нужно обращать внимание на глаголы. Я помню, меня на реабилитации научили. Смотри, Михаил, на глаголы. Что делать, что сделать, что буду делать. Ну ладно, хорошо ты сказал, Михаил, давай я открою рюкзак, завезу в него. То-то-то. Ну а что дальше-то? Как мне вот это сделать? Как это сделать? Я тоже себе такие вопросы задаю. Как мне сделать? Как мне освободиться? От того, от этого, от каких-то моментов в жизни, которые мешают мне, которые напрягают меня. И прежде всего, знаете, дорогие мои, я хочу сказать, что самое первое, наверное, ну это мое понимание, у нас с вами должно быть желание. Понимаете? Должно быть желание освободиться вот от этой вони, которая, наверное, уже в этом мешке. Должно быть желание освободиться от этого порока, от этого греха. То, что мешает тебе сегодня бежать. Ну почему желание? Ну вот с Олимпиадой, если сравнить, да, апостол Павел, он с Олимпиадой сравнивает. Это, знаете, для олимпийского спортсмена, который в Олимпиаде участвует, это дело всей жизни его добежать. Это, ну, там такое желание, такие тренировки. Ну кто занимался спортом, еще кто более-менее там серьезно занимался, вы же знаете, какие усилия он к этому прилагает, как он бежит. Как он играет в этот хоккей там, я не знаю, какие еще виды есть. У него очень сильное желание победить. Есть у тебя сегодня желание победить. Да бежать, прибежать, как первый псалом мы сегодня пели. Бегу к тебе, что-то такое там, помните, там мы пели. Иногда даже, знаете, как один пастор сказал, после такого прославления надо выйти и сказать Аминьи. Уже можно не проповедовать. Должно быть желание. Знаете, было утро, я вышел на молитву, молюсь, так себя посмотрел. Думаю, Господи, пожалуйста, освободи меня. Людей начал осуждать. Ну как-то они не так, люди поступают. И я там, слушай, он не то делает, короче, что он там, совсем что-то. Вот осуждение пришло в мою жизнь. Господи, говорю, ну это же плохо, это невозможно с этим жить. Устал, не хочу, просто освободи. Помолился, хожу дальше, молюсь, молюсь. И потом, знаете, обращаю внимание на то, что во время своей молитвы, в своем разуме, я осуждаю человека. Понимаете, Бог просто так сделал. Он показал мне. Ну не было у меня желания освободиться. Ну я понимал, что это плохо. Я понимал, что это не нужно. Я понимаю, но желание жгучего, сильного, избавиться от этой вони, избавиться от этой ненужной, ну дряни, наверное, извините меня за выражение. Господь говорит, мерзость это в глазах моих. Не было желания. И я, знаете, ну мне так потрясло. Я потом раз, после молитвы, включил телефон, я стараюсь отключать телефон на молитву, чтобы ничего из ней не беспокоило меня. Включая телефон, там в одной группе, один пастор выкладывает, Мамонов, да, его зовут, он в острове снимался, помните, фильм такой, есть остров. И он там говорит, что Бог приходит тогда, когда вот так надо, говорит, вот когда ну все, вот уже все, сердце треснуло, лопнуло, говорит, вот тогда Бог приходит. Я понимаю, Бог приходит, когда есть тебе желание, если ты просто пришел, Господи, помоги-то мне что-то оставить, и пошел дальше этим же заниматься. Ну ничего не получится в нашей своей жизни. Первое, должно быть желание, должно быть очень сильное желание это все оставить. Пусть нас Господь в этом благословит. Знаете, Давид пишет такие слова, они мне когда-то очень сильно коснулись, это Псалом 18-13 стиха, Давид говорит. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возбладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будет слава уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Мой. Аминь. Насколько сильное желание Давида быть чистым пред Богом. Он говорит, даже от тайных моих, там где-то они могут быть далеко. Но сердце человека ведь это, знаете, помыслы еще написано в притчах, по-моему, помыслы человека глубокие воды. И нужно их выщерпывать. И, знаете, Давид говорит, даже от тайных моих, которые там где-то внизу-то, просто освободи от чести, Господи, насколько сильное желание человека быть чистым пред Господом, незапятнанным. В тот момент, когда ты добежишь эту дистанцию, когда твоя жизнь закончится. И помните, как в том мультике про летучий корабль был мультик такой, и там такие были слова. «В добрый путь!» Ну, кто-нибудь смотрел этот мультик? А в конце помните, что было? «Земля, прощай!» Ну, правильно. «Земля, прощай!» Там в чемоданах не будет уже ничего в этих, кроме духовных вещей. Там ничего не будет лежать. «Прощай, земля, когда ты встретишься со Христом, когда ты перед Ним перестанешь. Все! Не будет квартир в Турции там, ничего не будет». Но это не плохо, я не говорю, что это плохо. Но это не важно в твоей жизни. Это не самое важное в твоей жизни. Сегодня где-то, ну, знаете, набивать что-то там, твой рюкзак, не теми вещами, которые нужны. Рано или поздно ты перестанешь перед Господом. И там я бы очень сильно хотел услышать. «Мой верный раб, войди в радость Господина твоего». «Понимаете, я не хочу услышать, что-то делал там, как-то бежал, какие-то чемоданы тащил, а тебе говорят, да я никогда не знал тебя. Вот не знал никогда, отойди от меня, делающий беззаконие. Я очень сильно этого не хочу. Пусть нас Господь благословит. Итак, первое – это наше желание добежать, наше желание освободиться от этой проблемы, от этого греха, который сегодня тебе и мне мешает в нашем жизненном пути. Второе. Первое Тимофея. Популярное сегодня местописание. Первое Тимофея, 4 глава, 16 стих, написано. «Вникая себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Аминь. Аминь. Итак, второе. «Вникай». «Вникай». Это слово означает держаться, заботиться, обращать внимание, сосредотачиваться на что, на чем-либо. «Сосредотачиваться на чем-либо». Смотрите. Первое. В себя. Вникай в себя. Почему сегодня это твоя проблема? Откуда этот корень этой проблемы, если это не прощение, откуда оно взялось? Ну откуда оно взялось? Оно же не просто так, ты не прощаешь кого-то. Есть какая-то первопричина этому всему. Знаете, я помню здесь у нас в церкви служила одна семья, она служит семьям, семейное консультирование, и они рассказали такой пример. К ним пришла супружеская пара, и говорят, как обычно супружеские пары приходят уже тогда, когда говорят, все, я буду разводиться. Николай Александрович, наверное, не даст соврать. Почему-то раньше нас исправить как-то положение, мы не бежим, понимая, что уже на грани. Ну ладно, я не к этому. И они пришли, говорят, все, мы разводимся, все, короче, там. И они говорят, мы не знаем, как ответить, и просто начинаем молиться. Начинаем молиться, 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 и Дух Божий во время молитвы говорит, проблема у женщины, ну у сестры, нужно с ней говорить, разговаривайте с ней. Они говорят, молитва заканчивается, мы начинаем с ней разговаривать, и потекло, потекло, и оказывается, в детстве ее отец избивал. Он плохо к ней относился, унижал всячески. В общем, никаких отношений нормальных с отцом не было. Она уверовала, какой-то жизненный путь был, они женились. Но знаете, у нее это проецировался ее отец на ее мужа. Она начала к нему относиться, к своему мужу, как к тирану, как к тому, который, ну, пользуется ей. Еще какие-то моменты. Ну, понимаете, о чем я говорю? Вот проблема ее, она была там, внутри. Если сегодня у тебя есть непрощение, посмотри, почему. Если злость, если зависть, ну, посмотри, почему. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы докопались дотуда. Конечно, с помощью Него, с помощью нашего Иисуса, нашего Спасителя Господа. Аминь. Дальше здесь написано, вникай в учение. В учение нужно вникать. Знаете, я недавно, очень сильно меня накрыла мысль о лицемерии. Ну, кто-нибудь думал о лицемерии? Лицемерил кто-нибудь в своей жизни? Что ты? Я тоже. И я понял, что нужно как-то от этого и мне избавиться. Я понимаю, знаете, что нужно от этого избавиться. И прежде чем, я там сначала вопросы задавать там. Там одному пастру написал, как ты там с этим делом борешься, там другому, третьему. Потом к Богу начал обращаться. И начал обращаться в Священное Писание. Для начала просто я понял, что такое лицемерие. Знаете, Иисус говорит, хорошо, у вас, говорит, пророк там, говорит, напрасно чтут меня устами своими, но сердце их далеко от меня. Когда ты устами чтишь, а сердце твое далеко. Ну, слушай, как я увидел там себя. Ну, валь же такой, какой-то человек, он тебе нужен, наверное, а может быть и не нужен тебе, а может быть там, ну, я не знаю, ну, бывает такой пастур. Ну, да. Николай Александрович. А сердце-то его далеко от тебя. Слушай, там такую проповедь, когда мой ко мне не приехал, за меня не помолился. Ну, лицемерие. Ну, лицемерие. И я там думаю, как с этим бороться, Господи. И давай вникать, я сейчас не лицемерие, проповедь там. И мне Бог показал причины лицемерия, откуда они берутся, это мое я, мое я. Там, если мы будем смотреть там на горную проповедь, Христос, он там четко говорит. Когда он говорит, молитесь там, почему вы там, фарисеям он говорит, поститесь, для чего? Чтобы вас, вы, вы, вы. Я понял, что это мое я. Но как я это понял? Когда я начал вникать в Писание. Когда я начал вникать в Писание. И знаете, в учении. А знаете, здесь еще есть один какой момент. Вот вникай, да, я уже говорил. Своё внимание нужно сосредоточить. Вот если его сосредоточить на учении. Если мы немножко, наверное, с другой стороны посмотрим. Знаете, то, чему ты учишь, то, о чём ты сегодня говоришь. В церкви, дома, на работе. Ты должен таким же и быть. Ну, аминь. То, чему ты учишь, если в это посмотреть во всё. Можно прийти в церковь, махать руками, кричать, аллилуйя, Господь велик, Бог, прийти домой, жену там разнести в клочья там. Сыновей там по углам во всех комнатах расставить, знаете там. Сесть за руль своего автомобиля, тебе кто-то попибикал, ты ему. Рух, тур-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как наговорил там всего ему. А здесь аллилуйя пел. Мы должны соответствовать тому, чему мы учим. Мы должны сосредоточить своё внимание и на этом. О чём мы говорим, о чём мы проповедуем. И знаете, мы вчера ехали с два там с одним на эту тему разговаривали. И это приходит в твою жизнь. Когда ты начинаешь об этом говорить, это в твою жизнь приходит. Пусть Господь нас благословит. Дальше. Евреям. То же самое местописание. Там написано. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместе, предлежащий ему радостей, претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престола Божия. Аминь. На кого мы смотрим в своей жизни? Ну на кого? Вы с Аграми, я знаете, один раз увидел такой, ну, один момент. Так. Эти в Турцию поехали. Эти туда поехали. Эти сюда. Эти то купили. Эти этим занимаются. Слушай, да эти у этих там. А эти то. Да что ты на них смотришь? Ну на Христа надо в своей жизни смотреть. И если ты запинаешься обо что-то, твой взгляд не туда направлен. Пусть Господь нас благословит, чтобы смотрели на Иисуса. Пусть нас Бог в этом благословит. Пусть нас благословит.